Ты сначала отказался в один день стримить, а потом ещё денег запросил. А где здесь скам? Скам это когда тебе говорят нет? Извини, ты не мог бы сесть на эту банку? Нет. Ах ты скамер. Сука. Запросил денег? Вот это вообще просто сильно. Вы можете заказать альтернативу за поддержку. Вы поддерживаете недостаточно. Ах этот скам. Салалаки? Не, сабуртало. Ах ты скамер. Да, классика жанра. Вообще просто трындец. Так. Всё, пошли. Мне сказали в робокопе сменить там что-то DLSS или что-то такое. Чтобы оно всё было быстрее. Садись на банку. Конечно сяду. Я уже сижу. Я же не скамер какой-то. Мы тебя морально поддерживаем. Тебе что, мало? Да, да, да. В этом и суть. С самого начала было так. Вообще просто это как это... Спасибо вам большое. Вы спасли моего сына. Хорошо. Дайте мне 100 рублей за это. Какой ты меркантильный. Всё, вам деньги нужны. А что, большого спасибо уже недостаточно? Нет. В следующий раз пройду мимо. Вот так ты ценишь жизнь своего ребёнка. Так, ладно. Где робокоп? Где? Робокоп Рогуисити. Так, если буду пропускать... Да, Линзе? Ты запарил. Что с тобой? Мы тебя преследовали. Сейчас буду отдавать сотку за уже спасённого. А что ты сделаешь, добьёшь обратно в речку? Ёйк! Мама, я спас вашего сына. С вас 100 рублей. Не буду платить за доброе дело. Ёйк! Это, кстати... Я, кстати, уверен, что это убийство. Я, кстати, уверен, что за это... Отсудят и посадят в тюрьму. И правильно дело. Телевизор-то я смотрю. Телевизор? Ой, ну у меня нет времени на телевизор. Только на компуктер. А вы телевизор не уважаете? Ляна! Вай прочитала. Если я переживаю этот ход, я вырвался прямо драматически вперёд по всем параметрам очень сильно. Если переживаем. Мы не переживаем этот ход. Ну зато дискоэлизиум вовремя начну. Очень много денег. Очень, очень... Очень много. Очень много денег. Очень много денег. очень очень богат я очень богат где ты сыграл как говно сунду слушайте медленно сыграл нельзя я пропустил ход я пропустил ход это так нельзя так так нельзя так делать очень не очень-очень отразительно сыграно я не знаю почему такой медленный это все это все папа с мамой виноваты я тут ни при чем да канавьон мэн ридуану тубоксин садились и миссия до стенс то есть он назвал всех коммунистов школьниками айтедев надо even seemed inside of a motor матч леса мата рейс айтек вода воде врать вызвать крыльяна в салт базе позже что ними туда под местными вопросом с праздник матча в this section is taken up with articles the clear on qualified support for the dock workers strike и скинг the headlines пинфа хаба red and white мотина из тейнс the world pines и city in revolt сначала мы заходим мартинс дельту then we take la delta слушали коммунисты прочитали одну книгу капитала либералы гарри поттера дубанковский не считал капитал и скорее всего читал гарри поттера так что дима ты покинешь на авто кейп сайд апартмент of illegal и attempting to evict certain коммунист tenants simply for not having paid the rent незаконная попытка выселения арендатором коммунистов всего лишь проклятые коммунисты надо было истребить их поганая племя когда была возможность база так брать деньги просто сможете это жить действительно возбудительная практика я думаю что для всех было бы лучше если вы пролетариат капиталисты смогли выйти какому-то разумному соглашению почему меня это должно волонять это не метко мне никакого отношения так проклятые коммунисты надо было истребить их поганая племя когда была возможность да риторика невозможно убедить дверь открыться три процента ролем так если я за роли 3 процента я подарю 10 собак я подарю 10 собак диск боги диска элизиума боги диска элизиума 3 процента 10 собак подарю давай давай минутка экономики от хапитона для чатерсов а вы знаете почему мы обычно держим инфляцию на уровне 2 4 процента ведь справедливости ради если бы цены были стабильные нам было бы всем от этого удобнее удобнее то есть инфляция 0 процентов это вообще самый шик в чем суть кто знает давайте чатик давайте это будет на экзамене давайте то напишут где ручки на контрольный а ты знаешь нет для экспорта нет грабят народ отлично сашуля саны капиталисты ворот деньги в карман нет рассказываю основной мандат в современном мире у всех центральных банков это ключевая ставка при помощи ключевой ставки ты по сути можешь менять курс по которому центральный банк самый-самый большой государственный банк может одалживать деньги другим банк ну таким как тинькофф сбербанк и иже с ними ну и само собой это влияет на экономический экономический рост экономич ну типа дешевые кредиты все развиваются дорогие кредиты все стагнируют по сути это влияние на экономику но почему именно 24 процента а суть заключается в том что небольшая инфляция небольшая инфляция это более контролируемая ситуация чем ноль или или отрицательная инфляция отрицательная инфляция ты по сути уже ничего не можешь сделать ты можешь сделать отрицательную ключевую ставку на тебе просто люди не пони не понесут деньги инфляционная спираль опасно для основная цель это не достичь спирали инфляционная спираль опасно и дефляционная спираль опасно и если с инфляционной спиралью понятно что делать ты просто прешь с ключевой ставкой выше 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 вот как вот разговоры о том что фрс борется с инфляцией, поднимая ключевую ставку, как Набиулина борется с инфляцией в России, поднимая ключевую ставку сегодня до 18%. Это все механизмы душнения инфляции. Так вот, с дефляционной спиралью, которая тоже очень опасна, ничего сделать нельзя. Ты сделаешь отрицательные рейты, но люди просто не понесут к тебе деньги, и дефляционная спираль, они будут просто держать их в себя в руках и становиться богаче. Дефляционную спираль ты таким образом не остановишь. В общем и целом, просто потому, что надо избегать и инфляционной спирали, и дефляционной спирали. Но при этом при всем с дефляционной спиралью мы ничего не можем сделать, поэтому принято на 2-4% в общем и целом в среднем держать инфляцию. Вот такие пироги. И не благодарите. Не благодарите, теперь вы знаете больше. Спросил про инфляцию, а начал объяснять про ставку. Потому что ключевая, ключевая, ну, ключевая таргетная инфляция для любого государства сейчас развитого 2-4%. Пацаны, мы больше не увидимся никогда маффины подвезли в Грузию. О боже. Заказывай. Заказывай. Пофигу там с доставкой. Отлично, отлично. Сегодня, не спив, следующий, перед следующим выходным не спим до утра, не спим до утра, чтобы утром заказать маффинов и нажжепениться ими. Вообще идеально. Хорош. Около 50 лет. Блин. А как? Реально? Реально около 50 так назвать? Блин. Это же... Там же может быть вообще... Есть какой-то способ реально хорошо определять возраст человека? Мне кажется, некоторые люди же может быть так, что они очень хорошо сохраняются. Хотя я думаю, если ты собираешь кучу всяких разных признаков, то ты... можешь понять. Локти и колени. Вот какой у меня локоть? А вернее, складки на них. У меня локоть. Сколько лет? Сколько, по-моему, в окнах? Скажи, что... Складки на них. У меня очень много складок. Ну, ты выглядишь где-то на 140. О! Верно определяется. Есть надо... Есть. Надо смотреть дату рождения. Считаем кольца складок. За 30. Блин, ты прав! Мне за 30! Простенецу тут протестнуться дальше. Спасибо, энциклопедия! Здесь полость ровно между полушариями. Растиснуться дальше. Вкрутить руку. Ау! Выбрать пальцы и кивнуть. Звук такой мерзкий. Писаться им уже не стоя. Ой, слушай, я когда начал писать не стоя, у меня жизнь прям преобразилась. Серьезно. Я прям... мне прям очень по кайфу. Особенно вот этот тут момент, когда залепка бьется об ободок унитаза, так и приятный холодок. Такой... А-а-а! Сука, Йоксарон! Мне просто перед ним... Да ты тварь! Ты просто тварь! Мне нужно было забрать его боди. Фак! Фак! Сколько ты забираешь вообще денег? Сколько он в ход генерит? Это два мурлока. Два мурлока два раза умножены на три. То есть он генерит 12 мурлока в ход. 12. 12 мурлока в ход генерится. Ёпросите. А, подожди, стой! Это генерится 12 мурлоков, умноженных на... Дважды применяют боевые кличи. Четырежды. Подожди. Шесть раз применяют свои кличи. Кличи. 12 раз применяют свои кличи. 36 раз. Что? Подожди. Что? Подожди. Сколько он мурлоков генерит в ход? Что? Сколько? Как? Куда? Ты чего 120-120 не сожрал? Не ощутил просто. Так. Палео мурлок. Так. Сейчас. Подождите. Мне нужен пейнт. Сейчас. Хантерс Ченнел. Спасибо большое. Сейчас видос посмотрим. Хантерс Ченнел, отец уже как 15 раз. Так. Сейчас. Мне нужен пейнт. Где пейнт? Читаем в ВК. Сейчас. Тречки в ВК. Значит, смотрите. Значит, вот есть палео мурлок. Зелененький, да? Палео мурлок. С глазками. Где он? Вот глазки. Палео мурлок. Вот он. Вот он. Вот он палео мурлок. Он дает. Ладно, ладно, ладно. Так и быть не буду вас мучить. Значит, палео мурлок дает одного мурлока. Потом рядом с ним появляется чел, который триггерит его Battle Cry. Он дает второго мурлока. Потом появляется дракария. Она дает третьего мурлока. Потом появляется бран, который увеличивает это все дело на два. Точнее, как бы дракарий, кстати, тоже увеличивает это дело на два. То есть это не х3. Сначала вот есть один, который триггерит палео мурлок. Потом он становится рядом с этим чуваком, который триггерит волнолов. Это становится два. Потом появляется бран, он делает х2. Потом появляется дракария, он делает х2. Но потом дракарий и бран заменяются на золотые версии. То есть бран делает х3, дракарий делает х3. А эти человеки делают сначала золотой становится, он дополнительный раз триггерит. Он становится тоже х2. х2. И изначальная цифра у нас остается 2 под палео мурлока. То есть у нас 6, 18. Твою мать. Это что за фигня? Открой историю каток в игре «Наркоман». А зачем мне это надо? Да это-то не, это не то. Это же просто жесть. То есть мы берем базу 2, берем ее два раза за бурлока-волнолова, берем ее три раза за брана, берем ее три раза за дракари. Это же просто жесть. 4, 12, 36. Это жесть. Это просто жесть. Это просто жесть. Это просто жесть. 36 карт дает это дерьмо. 36. Мне столько даже не надо. Понял? Ни в коем случае не наступай на лаву, хорошо? Вас понял, генерал. Отлично, удачи! Так, а что будет, если... Сос активен. Запускаем проект. Ага. Так, давайте просто наступим в лаву. Хе-хе-хе-хе. Надо подсказку по красным зонам, а то игра сама не скажет. Мне нет интересных проблем. Нет ничего не надо. Сказал я, и упал на нее два раза. пробел все теперь можно играть если бы в жизни тебе предложили заменить руку на огромный хук или огромный лазер чтоб ты выиграл лазер конечно а подожди хук как здесь граб не знаю не не наверно я зачем лазер это какая-то военщина я плохо отношусь к кончине ой а я специально прихожу в магазин и беру связки бананов и отрываю по одному и кладу их а потом смотрю может быть кто-нибудь заберет так чисто по фану всегда когда это смотрю меня всегда прямо распирает основная мысль за всей всей фигней с инвестициями и вообще просто с минимизации рисков заключается в том что ну типа диверсифицируйтесь придумывайте всякие разные инструменты которые будут понижать тот шанс что вы останетесь голой жопой и все такие типа о боже это разумно так и надо это правильно но когда мы придем придем на какой-нибудь турик и скажем вот сейчас мы будем играть матч за первое место но я хотел бы сделать большую ставку на своего оппонента так чтобы если я выиграю то я забираю бабки с турнира а если я проиграю то я выигрываю ставку на своего оппонента все тебе скажут нет еще брата как так что ты делаешь почему так это не спортивное поведение так нельзя ни одна себя соло что ты делаешь хотя знаешь а если ты себе руку отпилишь оливия я тебя все равно в расход давайте отпилим оливии руку типа у тебя и так ноги не работают ты и так инвалид как бы два раза инвалидом не стать правильно просто групп мы тебе считай мы тебе считай левел повышаем ты типа получается будешь более высокого уровня инвалидом где пила эффективно против инфекций использовать вот на оливии что вы хотите отпилить ногу давай чисто а хочешь по ржом хочешь хочешь к покажу тебе лекарство для похудения куда более жесткая чем а зэмпик так ладно это реально это хоп плюс лут так ой блит так ладно так и быть добра смотри мы зафиксили мы зафиксили мы зафиксили болезнь при помощи ампутации а теперь можем взять и грязной туалетной бумагой пофиксить кровотечение чтобы снова получить болезнь кстати а какую руку придется ампутировать это что-то не то я пожалуй и передумал зеленая трава вместе зеленой травы было очень много чё я ампутировал руку непонятно кстати она рулит вторым колесом при помощи культик 100 ужас какой ладно я сразу говорю что мои чернушные шутки это лишь что ж тут было тут была ловушка оказывается все это время пойду чайник поставлю если 2 отрезать она сможет ездить да так же быстро более того она будет потом на этих на культях догонять меня чего чего я сейчас свидетелем стал оливия ты гонишь это чё за джебейтед о привет что ты здесь делаешь не стало скучно просто сидеть внутри лесная флора уже чаровала меня и мне так и не терпелось осмотреть ее поближе я ботаник видишь ли вид там видишь ли ботаник видишь ли я ботаник видишь ли моё состояние видишь ли в детстве где остальные ну многие уже ушли в город потому что мое состояние видишь ли я ботаник ахрененно Ты можешь присоединиться? Моё состояние. Теперь, когда я могу передвигаться более свободно, было бы неплохо узнать, что здесь происходит. Она окажется ботаник, ребят. Видите ли. Кто ты, чудовище? Я готов? Да, готов. Поехали. А, что ты делаешь? Оливия пытается подготовиться к битве. Ты думаешь, это честный бой? Зачем ты это делаешь? Хочешь, я муцарапаю твои глаза? Нет, честно говоря, не хочу. Коричневый соус. Господи, это звучит абсолютно дегенеративно. To make this dish fry or grill bacon slices until crispy. Meanwhile, lightly toast two slices of your favorite bread. Тосты. Spread butter on one side of each toasted slice. Place the crispy bacon between the buttered sides of the bread. Optionally, add ketchup or brown sauce for extra flavor. Serve warm and enjoy. Brown. Это, 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 это Америка. Это Америка или коричневый соус еда. Или Британия. Brown sauce is a condiment that is not a dark brown color. This is a tart sweet, with a pepper, it is similar to words. Стерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерштерш А кто папа? А какие у них были шансы? Какие у них были шансы? Вот серьезно. Эти придумали тосты с беконом. Их соседи придумали Марс в кляре. Марс в кляре. Марс в кляре. Господи, боже мой. Ну что за сука? Или пирог, который заказали Штайнсгейт, чтобы посмотреть на Ютубе. Получили этот Штайнсгейт после замедления Ютуба. Гупники это просто что-то с чем-то. Вот знаете, если бы кто-то в виде японского гупника из аниме показался на улице в России. То это было бы абсолютно точно очень сильно избитый на улице человек. Вот как это так происходит? Почему в Японии бьют всех те, кого бы побили в России? Это очень странный культурный феномен. Очень странный. Ладно, вообще бить людей плохо, ребятки. Помните, конечно же. Так, я забросил руку с своей головы и встал. Ты почти то же самое первый раз говорил. Так, потому что это правда. Это однослойный человек. Пригласи его в баню и посмотри там, в какую раздевалку пойдет хотя бы. Будет забавно, если рука окажется. Огромный донг. Пока бы я заслужил, я считаю. Так, нет, это... Пожалуйста, беременные дети и впечатлительные женщины, пожалуйста, отойдите. Отойдите от экрана вообще просто. Такое нельзя. Что ты... О, боже мой. Подождите, это же... А, КБ-сан. А ну там. Эта штука там. О, я почувствовал это еще раз. Он определенно на месте. Черт возьми, он больше моего. Класс. Да, кстати. А как это работает у геев? Вот, типа, они, ну, бесятся от того, что... От того, что у его... У их партнера пенис больше, чем у них. Типа, есть вот это вот, типа, писькомерение бесконечное? Какой безумный гений писал эту новеллу. Обидно от того, что у твоего партнера больше пенис, чем у тебя? Или, может быть, там есть какие-нибудь... Не знаю. Блин, надо... Надо расспросить знакомых геев. У меня, правда, нет знакомых гений геев. Они все в прошлом остались. А ты думаешь, так легко измерить у кого-ког больше? Я думаю, если у вас у обоих вы голые, да, достаточно просто. Что член иногда тупо неудобно. Да, да. Классическая история. Классическая история, которую себе напивают обладальцы... Владельцы маленьких и средних пеструнов. Большой это неудобно. Ха-ха! Рассказывай! Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Утешайте себя! Ладно, нет, на самом деле, да. Причем даже... Причем даже в гетероотношениях большой пенис очень нередко... Это просто, типа... Бор... Борщ... Борщеделка. Ладно, давай, Саша, просто прекратим. Просто... Просто прекратим. Поведливо, да? Вот есть бадлаганы, которые... Традиционалисты до мозга костей, и типа говнят бедных... Бедных... Гомосексуалов. А теперь представьте себе, какое это на самом деле просто само по себе... Само по себе говно заролится гомосексуалом. Ты на серьезных щах, из пула всех людей, можешь выбрать себе других гомосексуалов. Среди них, я уверен, тоже прямо... Ну вот, если знаете, есть такой мем, типа дейтинг после 30-ти. А представляете, каково гомосексуалам? Просто пойди попробуй, найди гея. Это же трындец, их просто днем с огнем не сыщешь. А тебе хочется, чтобы это еще был нормальный чел? Правильно? А он среднестатистический чел, и поэтому, если у тебя среднестатистически мало вариков, то ты просто никого себе не найдешь. Это просто гг нахер. Вообще без вариков. По-моему, это жопа. Короче, а геев еще чехвостят. Есть особенности еще поменьше. А ты еще в глубинке за МКАДом живешь. Да. Почему тебя интересует вопрос поиска геев? Нет, я просто... Я просто могу себя поставить на... Я могу, понимаешь, проводить мысленные эксперименты и ставить себя на место людей. У меня нет никаких с этим проблем. Выбор очевиден сделать себе своего гея. Как ты его сделаешь? В смысле... Типа... Ты думаешь, можешь воспитать... Ты предлагаешь инцест собственным сыном. Ты хочешь из него гея воспитать. Да, но ты уже будешь старый и никчемный. Я уже зазыкаюсь о том, что я очень много других моральных, скажем так, камней преткновения на этом пути пропустил, которые можно было бы обсудить, но я почему-то сейчас не хочу. Даже в этом случае у вас разница будет... В хорошем случае 20 лет. И ты всю жизнь пропустишь. Да, он еще оказывается путинистом окажется. Ха-ха-ха. Вот. Профурсет. Ха-ха-ха-ха. Ты же забываешь, что есть реальность? Какова вероятность, что эксперимент не превратится в реальность? Я не знаю, братан. У меня нет проблем с этим. Если тебе кажется, что я боюсь стать геем из-за того, что думаю о геях, то нет, не боюсь. Ха-ха-ха. Я тебе скажу так. Если я завтра проснусь и подумаю, что меня тянет на мужиков, я спокойно приму этот факт и пойду искать мужиков. Как ты знаешь, я недолюбливаю гомосексуализм. Ты быдло, Санна, я это хотел сказать. Но вполне нормально отношусь к самим ним. Когда я смотрю на пару возлюбленных, то я их понимаю. Любовь не знает границ. Как тогда объяснить... Ты понимаешь, что ты написал? Это технические противоречия. Как второе возможно с первым? Ты понимаешь, что это как бы субдоминус первого? Оно подчиняется второму. Первое подчиняется второму. Если у тебя второе так, то первое должно быть выключено. Я боюсь, что ты превращаешься в Мурлока, думая о величии Мурлоков. Мне кажется, ты просто хочешь, чтобы пришел коммунизм. Не работает. Верно. Прокрастинация вор времени. Верно. Сделай или умри. Я, кстати, вот эту книжку начал читать. Я такую охеревшую тему прочитал. Про... Прокрастинацию. Короче, основной, основная проблема с прокрастинацией во время обучения, и не только вообще, оказывается в том, что если основной принцип впитывания любой информации или делания какого-то дела, чтобы оно получалось хорошо, это облегчение этого дела. И это правда. Вот если ты хочешь делать что-то долго и стабильно, и на, грубо говоря, там, на всю жизнь, грубо говоря, то ты должен сделать это максимально легким для себя. Твоя задача сделать это максимально доступным и легким. Прокрастинация же делает для тебя всегда задачу, которую ты делаешь, тяжелой. Потому что ты ее делаешь в стрессе, ты ее изначально классифицируешь как тяжелую, и в конечном итоге, поскольку ты делаешь последние моменты, у тебя дедлайны, таймлайны, ты можешь ее сделать только, по сути, некачественно. Потому что на тебя всегда будет давить дедлайн. И это просто офигеть. Я вообще никогда об этом не думал. Я всегда относился к прокрастинации из разряда «Ну, сделаешь потом, но все равно сделаешь». Иногда как бы профакапишься, не успеешь, и от этого не сделаешь хорошо. Но на деле, как бы, ты просто сам утяжеляешь задачу, которую делаешь. То есть автоматически, как бы, сбор дани происходит. Ты, как бы, в долг у себя немного берешь. Я вообще никогда на эту тему так не смотрел, но она реально... Надо трогать. Так, а когда она выйдет, известно. Pre-order. Когда pre-order bonuses. No-no-no-no-no. Are you? Не-не-не, мне нету, 18. Baby Shark Dance. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот это... Субтитры сделал DimaTorzok